Чудесная порода собак с лисьей мордочкой и хитрым прищуренным взглядом. Сиба-ину или Шиба-ину покорили сердца многих любителей животных. До сих пор порода относится к разряду охотничьих, хотя уже больше века не используется по назначению. Чисто японская порода – это одна из самых маленьких пород в Японии. Это охотничья порода, выводилась она на охоту пернатую дичь. Именно они, как называется, как пустарниковая собачка. У них такой темперамент вообще, они очень интересные собаки. То есть они не навязчивые, не назойливые, то есть они как бы сами по себе собака компаньон. То есть они не будут надоедать постоянно хозяину, то есть они вот как кошки, я бы сравнила с кошками. Они такие игривые, умные, очень чистоплотные собаки. И не пахнут. Это очень большой плюс для дома, для квартиры. Они гиполюбенные. Сиба-ину требует к себе внимательного отношения. Им нужен хозяин-компаньон с твердым характером. Они очень игривые, очень чистоплотные, они очень умные собаки. Они очень любят хозяина, но они очень часто показывают, что могут прожить и без него. Также эти породы, они не будут делать что-то по принуждению, то есть принесение, наказание. Собаки очень быстро забывают наказание. Если они считают, что они были правы, они повторят это еще раз. То есть здесь очень не надо уделять много внимания им на воспитание. То есть это очень кропотливый труд. Я считаю, что собаку, если сам хозяин справится, ему обязательно нужно вводить к пенологу. Потому что потом очень могут быть плачевные последствия. Я знаю очень много ситуаций, когда собак портили, они становились агрессивными. Некоторых питомников. И возвращали собак. Причем они, когда их возвращали, собака начинала вести себя адекватно. То есть сразу понятно, что это вина была не собаке, а вина именно хозяева. Поэтому я считаю, что да, надо. Обязательно надо. Если сам человек не имел никакого опыта с собаками, общения с собаками, то да. Я считаю, что хотя бы консультация нужна. Если вы сомневаетесь, подойдет ли вам эта порода собак, ведь у вас есть дома другие домашние питомцы или маленькие дети, то мы готовы развеять ваши сомнения. Эти собаки, они хорошо выживаются с другими животными, кроме грызунов. И птиц. Потому что они это воспринимают как вичи. То есть эти собаки у нас даже в ловер-мишеи. Да. Вот. А с кошками так же они нормально уживаются. Но опять же, это если они растут вместе. Так же и с другими собаками. Ну, кобели, вот я говорю, у них есть вот такое, что они любят доминировать. И у них как бы частенько бывают инфликты. К детям очень замечательно. Они очень терпеливые. У нас очень много детей. И они постоянно их теребят из-за хвост, за уши, за морду. Ни разу еще никого даже не рыкнули. Покупку щенка Сиба-Ину нужно начинать с подбора заводчика с хорошей репутацией. Лучший вариант – обращение в специализированные питомники. Я часто встречаюсь с таким вопросом, когда мне звонят, такие говорят, знаете, я хочу собаку для души без документов. Я считаю, что если вы хотите собаку для души без документов, возьмите, если будет очень много собак, которые нуждаются в любящих хозяев. Если вы все-таки решили взять собаку, породистую собаку хорошую, то нужно брать именно у заводчика. И брать, проверять именно документы, чтобы собаки с документами. Бывает такое, что не оба родителя живут в питомнике или там у заводчика. Но все равно по документам это все проверяется. Все щенки их клеймят, их проверяют и чипируют. То есть это легко проверить, в принципе. Люди сами себя обманывают, когда хотят брать дорогую собаку подешевле. Надо же реально оценивать возможности. Люди тратят очень большие деньги на эти породы.